Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим говорить о духовной красоте человека. Мы с вами уже размышляли, что же это такое. Что в человеке бесценно и не убывает, и не меняется? Здоровье, но однако, к сожалению, человек стареет. Мы не можем сказать, что богатство остаётся неизменным. Судьба изменчива. Так бывает, что богатство уходит сквозь пальцы. А душа, если она открыта миру, полна любви, то она остаётся молодой. И, конечно, о людях, которые обладают такой душой и говорят «духовно богатый человек». Вернёмся к словам Омар Хайяма. В этом изменчивом мире считай истинным только духовное богатство, ибо оно никогда не обесценится. Послушайте небольшую историю, которая называется «Победитель». И, слушая эту историю, постарайтесь поставить себя на место этого героя. Состоялся турнир по гольфу. Победитель получил огромный денежный приз. Счастливый мужчина собирался возвращаться домой. Недалеко от клуба к нему подошла женщина, которая попросила у него хоть немного выигранных денег. Она выглядела такой несчастной, что мужчина остановился и выслушал весь её рассказ. Оказалось, что её сын очень болен. Ему требуется сложная и дорогостоящая операция, а у неё совсем нет денег. Спортсмена тронула до глубины души её история, и он отдал всё своё денежное вознаграждение на лечение мальчика. Через несколько дней он вернулся в свой гольф-клуб и рассказал своим друзьям о встрече с несчастной женщиной. «О, как нам жаль!» – заговорили они в один голос. «Ты тоже попался на уловки этой обманщицы. Она всё выдумала, чтобы завладеть твоими деньгами. К сожалению, она неоднократно уже так поступала. Прости, нам очень неприятно тебе это сообщать, но мы твои друзья». «Так никакого больного ребёнка нет?» – переспросил чемпион. «Нет». «Слава Богу! Это самая хорошая новость за всю последнюю неделю!» – заулыбался мужчина. Вопросы для размышления. Какими качествами обладает человек, способный так отреагировать на описанную ситуацию? В чём спортсмен на самом деле победитель? Каким победам должен стремиться каждый человек? А сейчас я хочу предложить познакомиться с историей Ирины. Эта старшеклассница просит помочь ей с советом. «Я, наверное, сейчас у того рубежа, когда самое время задавать себе вопросы. Зачем? Как? Для чего? Но ведь не все задают их себе. Вот что страшно. Что же делать? Что делать, чтобы наши вопросы стали вопросами для всех? Ведь каждый человек интересен. В каждом человеке скрыто стремление к совершенству. Я хочу помогать людям стать лучше, красивее. Но что нужно для этого делать, не понимаю. Подскажите. Ребята, мы предлагаем вам написать пост для социальной сети с ответом на вопрос старшеклассницы. Добавьте фото и видео. И обратитесь к своим подписчикам с советом. Что же делать, если я хочу, чтобы люди вокруг меня стали добрее, красивее? А теперь я предлагаю задание. Совместите правильно части афоризмов. Я прочитаю первую часть афоризма. Подберите по смыслу вторую. Итак, доброе дело совершается с усилием. Верно, вторая часть звучит. Но когда усилие повторено несколько раз, то же дело становится привычкой. Второй афоризм. Судьба не случайность, а предмет выбора. Как вы думаете, какая из предложенных частей является продолжением этого афоризма? Да, ребята, вы правы. Ее не ожидают, а завоевывают. Так сказал Уильям Брайан. Следующее. Судьба неизбежнее, чем случайность. Да, ребята, вы верно подобрали вторую часть. Судьба заключена в характере. Посейте привычку, пожнете характер. Как продолжить этот афоризм? Да. Посейте характер, и вы пожнете судьбу. И последнее. И последнее. Судьба и характер. Как продолжим? Судьба и характер – это разные названия одного и того же понятия. Молодцы, ребята. Вы верно выбрали. Как вырастив хорошего и интересного человека? Симон Соловейчик вывел формулу. Он так долго трудился, что, я думаю, вам будет интересно узнать, какова же формула хорошего человека. Какие же качества нужны подлинно воспитанному человеку? Хочется составить какой-то минимум таких качеств, такой список, чтобы не прибавить и не убавить. Задача эта не так сложна, как кажется сначала. Некоторые качества очевидны. У воспитанного человека должна быть совесть. И должен он любить людей. И должен стремиться к красоте. И, конечно, ему нужна воля. Что еще? Творчество. Творческий момент обязателен для нравственного человека. Иначе он не развивается. Итак, совестливость, любовь к людям, стремление к красоте, воля и творчество. Однако, почему пять качеств, а не четыре, не десять? Я стал разбирать каждое слово в списке и однажды понял, что совесть – это стремление к правде, а любовь к людям – это добро. Правда – добро. Стремление к красоте. Правда, добро, красота. Но ведь это же давным-давно принятое соединение трех великих понятий. Еще великий педагог Адольф Дистервек, живший в первой половине XIX века, писал о самодеятельности на службе правды, добра и красоты. А где же воля? А творчество? И вдруг сложилась творческая воля. Творческая воля к добру, правде и красоте – вот этот короткий список лучших и обязательных качеств. Кстати, это цель. А теперь, ребята, я предлагаю вам поработать над проектом, который мы создавали с вами в течение года. Сегодня, в преддверии праздника 9 мая, я думаю, что будет очень уместным и полезным провести такое коллективное творческое дело на тему «Кто, если не я?». Для этого, ребята, объединитесь с несколькими одноклассниками, используя мессенджеры и электронную почту. Помните о цели – окружить вниманием и заботой ветеранов, пожилых людей, которые живут рядом. Продумайте, в какой форме вы хотели бы провести это дело – подготовить подарки, сделанные своими руками, придумать челлендж с исполнением песен военных лет, помочь в саду, огороде, когда это станет возможным, ну и что-нибудь другое. Составьте план и распределите, кто какую часть дела разрабатывает. Приступите к исполнению с творческой волей, к добру, правде и красоте. Отразите вашу работу в дневнике проекта. Надеемся, что вы проведете творческое дело, не откладывая в долгий ящик. Ребята, мы надеемся, что наш урок послужит пищей для размышлений о том, кто такой духовно-нравственный человек, какие качества духовного человека вам хочется развить в себе. И подумайте, ребята, какую пользу вы можете принести людям, которые находятся рядом с вами. Желаем вам успехов! До скорой встречи!